Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Террамобил на Янаульской 1А Кармановская ГРЭС вот уже 50 лет снабжает электроэнергией, солидную часть Башкортостана и не только. Успешную работу станции обеспечивают 6 энергоблоков. Вместе они питают как частные дома, так и промышленные объекты. По признанию сотрудников ГРЭС, все энергоблоки уже выработали свой ресурс. Все оборудование станции выработало свой парковый ресурс. Парковый ресурс это 220 тысяч часов по толстостенным элементам, это по турбине. Все у нас блоки отработали. В частности, по блоку третьему, он к моменту модернизации отработает 375 тысяч часов. Наработка составит. Мы, естественно, срок службы продляем, но, сами понимаете, все оборудование, которое сейчас работает, оно не вечно, поэтому требует модернизации. Первое, что затронет масштабный ремонт на Кармановской ГРЭС, это третий энергоблок. Его мощность на сегодняшний день составляет 303 мегаватт. Этого достаточно, чтобы питать единовременно два таких города, как Нефтекамск. Лишь по предварительным подсчетам ремонтные работы будут стоить от 1 до 2 миллиардов рублей. Точные суммы назовут после того, как специалисты проведут обследование действующей системы, выявят оборудование, требующее замены и составят смету. Модернизация – это основная замена толстостенных элементов на турбине. Это цилиндры высокого давления, цилиндры – высокая часть среднего давления, соответственно, с проточными частями. Остальное оборудование заменяется чаще, это по котельному оборудованию. От 50 до 150 тысяч часов отработки оно проходит замену. Ремонт на Кармановской ГРЭС стал возможен благодаря федеральной программе модернизации тепло- и электростанции. Первоначально в нее были заявлены 127 объектов по всей стране. Предпочтение было отдано 30, в том числе и Кармановской ГРЭС. Ее сотрудники уверяют, проводимые работы не отразятся на потребителях. Фактически ремонт продлится 13 месяцев. В это время 5 из 6 энергоблоков будут обеспечивать все нужды потребителей. При этом важно отметить, что работы не повлияют на стоимость электроэнергии для жителей региона. Сами вы знаете, это поставил президент нам Владимир Владимирович Путин. Мы должны уложиться в процент инфляции. То бишь мы будем находиться в процентах инфляции и те повышения, которые происходили до того, как было ДПМ-штрих, будет незаметно, оно будет даже ниже. Ремонт начнется в 2020 году. Ожидается, что обновленный энергоблок начнет работу в полную силу в 2023. После модернизации его мощность будет увеличена до 316 мегаватт. В то же время снизятся энергозатраты на текущую работу обновленного блока. Лариса Миронова, Валерий Зазулин. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова